В Старую Руссу прибыл поезд Победы. Это тот самый состав, который уже привозил в наш регион уникальную интерактивную выставку, освещающую все этапы самой страшной войны в истории человечества. На этот раз организаторы обновили и дополнили экспозицию. Как и чем, расскажет Арина Аксенова. В Новгородскую область поезд Победы прибыл уже во второй раз. В феврале он приезжал в Великий Новгород. За три дня выставку посетили около трех тысяч человек. К 9 мая уникальный передвижной музей был обновлен. Новый вагон посвящен защитникам Брестской крепости, принявшим первый страшный удар. Изменилось и название инсталляции. Поезд Победы – наука в годы Великой Отечественной войны. Наша победа ковалась не только на фронте. Это еще и победа советской науки. За годы войны были выданы тысячи патентов на авторские изобретения. О них и рассказывает этот вагон. Вот, например, самая мощная в мире турбинная установка, самая стойкая система засекречивания телефонных линий и, наконец, новая концепция поиска нефти. Таких тач-столов в экспозиции 12, а кроме них 50 видеопроекторов и 18 видеостен. Объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, панорамы боев в виртуальной реальности. Но главное – человеческие истории, собранные из писем и воспоминаний и рассказанные виртуальным экскурсоводам. Посетители признаются, поезд поражает реалистичностью. А те, кто сам был свидетелем тех событий, уверяют – все так и было. Это неспокойно. Это все я уже тоже видел и прошел. Это очень жестко. Это так сделано хорошо. Как живые люди. Мне пришлось даже пощупать. Это прекрасно все. Молодежи воспитать на этом деле, чтобы они знали, чтобы занимались делом. Василий Васильевич Савельев встретил войну ребенком и чудом несколько раз избежал смерти. Теперь призывает нас ценить каждый день мирной жизни. А зампредседателя областной думы Ольга Борисова признается – такое погружение в другую эпоху. Огромный вклад в патриотическое воспитание новых поколений. Я думаю, что молодежь не останется равнодушной, потому что все экспозиции сделаны реалистично, сделаны настолько хорошо и настолько достоверно, что ты реально слышишь взрывы, ты реально видишь людей. Кажется, что вот-вот и они живут, и ты вообще окажешься в том времени. И нужно помнить, что и Старая Руссия была, как и город Новгород были разрушены до основания. И низкий поклон, и большие слова благодарности тем людям, которые и победили, и потом восстановили города и села нашей большой Родины. Председатель Новгородского отделения Союза десантников Михаил Решетников пришел сюда с детьми. Это хорошая иллюстрация к учебникам истории, говорит Михаил. Я просто в своей жизни с этим сталкивался, поэтому я это, конечно, сразу чувствую. Я зашел, посмотрел, для меня уже все ясно, все понятно, а с ними нужно разговаривать. Вот мы для этого уроки мужества проводим. Если увидеть экспозицию вам не удалось, на сайте проекта доступен виртуальный тур по поезду Победы. Его можно посмотреть в любое удобное время, не выходя из дома. Из Старорусского района Арина Аксенова, Галуз Гивандзян, Новости, Новгородское областное телевидение.